Сезон купания уже открыт, но отправляясь к воде, важно помнить о главном – безопасность. Наша съемочная группа решила выяснить, как правильно оказать помощь тонущему человеку. Итак, первое, что нужно сделать, если вы видите, как человек захлебывается водой, машет руками, это объективно оценить свои силы и понять, сможете ли вы ему помочь. Оценить свои силы и возможности, если вы можете спасти этого человека сами, приступить к действиям по спасению человека из воды, вытащить его на берег, ну и если к вам подошли еще люди, вызвать скорую медицинскую помощь, сообщив по телефону 112. Если вы не умеете плавать, то вряд ли ваша помощь будет эффективной. Специалисты рекомендуют внимательно осмотреть окружающую вас среду. Может быть, где-то поблизости есть спасательный круг или веревка. А еще, как правило, в специально оборудованных местах для купания должны дежурить спасатели. Если их все-таки рядом нет, постарайтесь не паниковать и бегите спасать. Иногда человек, который хочет спасти, сам становится жертвой. Как этого не допустить? Человек в момент того, как он начинает тонуть, он уже находится в панике. И подплывающий к нему, как человек спасающий, он начинает за вас цепляться. Тем самым, у вас может он завлечь за собой в воду, утянуть. Вы можете точно так же глотнуть воды и, собственно, точно так же с ним вместе начать тонуть. Поэтому есть определенный алгоритм по спасению людей с водоемом, ну с воды. То есть, как правильно заблокировать человека, чтобы он вас не смог за собой потянуть под воду. Вытащить утопающего из воды не так-то просто, поэтому важно знать правильный алгоритм действий. Расскажите, как правильно вытаскивать человека из воды? Ну, во-первых, подплывающий к человеку, вы его видите, он смотрит на вас, он будет пытаться вас схватить. Потому что он видит, что вы его пытаетесь, ну, к нему приближаетесь, да? Соответственно, вам надо занять такую позицию, чтобы вы оказались у него постараться сбоку. Его к себе подтянуть, взять его под руку, чтобы у него голова оказалась над водой. Можно даже вот под руку его сюда, да? И начинаете грибсти рукой. Рука спасающего должна фиксировать голову тонущего человека, чтобы она находилась над водой. Это поможет избежать попадания воды в легкие. Спасая человека, важно действовать быстро, но рассудительно. Если говорить еще про такой важный момент, что там не знаю, чей не лезть, да? Вот объективно девушка таких габаритов, как я, сможет мужчину на берег вынести? Ну, среднего мужчину на берег, думаю, что, наверное, скорее всего, вы сможете. Потому что, как мы с вами уже до этого обсуждали, то, что действуя в экстремальных ситуациях, у вас включаются все ваши функции скрытые. И вы уже начинаете работать. Выяснив все у профессионала, мы решили проверить на своем примере, насколько сложно вытащить человека из воды. Вы должны его от себя оттолкнуть, перевернуть и зафиксировать его перед собой. То есть, вот, да, рукой обхватываете шею, вот, ноги свои вытягиваете под него, как бы ложитесь, и начинаете гребсти. Вот, опять же, ногами тоже работаете, себе помогаете. Так, а если человек уже непосредственно захлебывается, что в этой ситуации делать? В этой ситуации вы подплываете к нему, видите, если человек еще недалеко от вас, схватаете его за одежду, вытягиваете наверх, поднимаете, либо за голову, да, за волос, если волос нет, за одежду. Ну, точно так же фиксируете и пытаетесь с ним уже подплывать к берегу. Когда мы вытащили человека на берег, нужно оказать ему первую доврачебную медпомощь и вызвать скорую. Пока ждете врачей, обратите внимание, дышит ли вообще человек. Понаблюдайте за грудной клеткой. Она должна двигаться. Далее важно выяснить, есть ли у человека пульс. Для этого необходимо положить 4 пальца на сонную артерию. Если пульса и дыхания нет, то нужно приступать к сердечно-легочной реанимации. Первым делом открываем рот, так как человек утонул, то есть он мог нахвататься песка, водоросли, прям пальцем оттуда все вычищаем. Далее переворачивается на колено, голову прижимаете, сильно стучите по груди, чтобы вылилась лишняя вода из легких. Важное уточнение. Непрямой массаж сердца можно выполнять лишь тогда, когда у пострадавшего действительно нет сердцебиения. Если пульс прощупывается, массаж строго запрещен. Сердечно-легочная реанимация начинается. То есть, если вы правша, заходите с правой стороны, если левша, с левой стороны. Ну, я как раз и сам. Значит, рука основанием кладете на лоб, зажимаете нос и движением закидываете голову. То есть, вот в таком положении должен быть. Тогда спрямляется трахея, вы будете дуть именно в легкие, а не в желудок. Второй рукой выдвигается немножко вверх нижняя челюсть и делается глубокий вдох. Далее переходим к массажу сердца. На мечевидный отросток, это там, где сходятся ребра, необходимо положить основание ладони. Пальцы должны быть приподняты. Вторую руку кладете поверх. Локти должны быть прямыми. Надавливать нужно всей массой тела. Если делает один человек, то на один вдох делается 30 таких компрессий. То есть, 30 компрессий надо уложить в 15-20 секунд. А дальше после этого? После этого, то есть, сделали компрессию, проверили пульс, появился нет. И снова повторяете цикл. Вдох, 30 компрессий. Вдох, 30 компрессий. Сколько раз? Пока человек либо не начнет дышать, либо приедет скорая, опять же, по нормативам при оказании первой помощи качать надо не менее 40 минут. Массаж прекращают, когда у человека полностью восстановились дыхание и сердечный ритм. Далее необходимую помощь окажут врачи. Важный момент. Пострадавшего обязательно нужно доставить в больницу, даже если он не терял сознание. В легких может оставаться вода, которая в дальнейшем может привести к отеку органов дыхания. И помните, купаться стоит только в разрешенных местах. Кстати, в Реутове таких нет. Арина Якупова, Александр Попов, Сергей Сомов, телеканал ТВ Реутов.